В Москве состоялись похороны журналиста, который трагически погиб за несколько дней до Нового года. Просвирин выпал из окна многоэтажного дома в центре столицы. Проститься с Просвирином пришли его родственники, друзья и коллеги. 35-летнего публициста и блогера похоронили на Троекурском кладбище в Москве. Могила Просвирина находится неподалеку с местом погребения писателя и философа Константина Крылова. В 11 утра началась церемония прощания и продлилась около двух часов. На церемонию пришли близкие коллеги, ополченцы Донбасса и писатели. Журналист был довольно известен в сети. Напомним, инцидент произошел 27 декабря в центре столицы. Просвирин выпал из окна съемной квартиры, в которой он проживал вместе с женой. Пресс-секретарь блогера ранее заявлял, что исключает попытку самоубийства. Очевидцы сообщают, что трагедия произошла в доме на Тверской улице, неподалеку от ресторана Армения. Из окна квартиры вылетел нож, после перцовый баллончик. Через некоторое время под окнами нашли журналиста, который был абсолютно голый. К дому оперативно приехали врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. Позже тело Егора уже опознали с мать и супруга. Они приехали на место происшествия, как только узнали о случившемся. Пока непонятно, что стало причиной трагедии. Ксения Собчак рассказала, что у Просвирина были тяжелые психологические проблемы в последнее время. Он закрылся ото всех и практически не работал. Полиция считает, что Егор находился в состоянии наркотического опьянения. Соседи слышали, что в квартире произошел скандал. Там присутствовала жена. Пользователи сети нашли якобы последние сообщения Егора, которые он писал ночью. «Предположительно, накануне трагедии мужчина поссорился с супругой. Речь идет о том, что вы живете с женщиной днем и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали», сказано в послании. Однако представители Просвирина отрицают подлинность сообщения и считают его фейком. Егор не оставлял никаких записок. В электронном виде их тоже, думаю, нет. Сообщил журналистам близкий друг и его пресс-секретарь Свят Павлов. «Новых обстоятельств смерти нет. Проводится следственная проверка. Пока рано делать большие заявления, потому что дело еще не закончено. Мы ждем результатов. Как только что-то станет известно, мы сделаем публичное заявление», дополнил представитель. Близкие Просвирина хотят самостоятельно узнать все подробности произошедшего и планируют заказать собственную независимую экспертизу. «Многие в соцсетях строят конспирологические теории после смерти Егора. Нужно закрыть эту тему, чтобы на все вопросы были четкие ответы», пояснил Павлов. «Отметим, что журналист был основателем и редактором запрещенного в России сайта, который пропагандировал политические идеи. Изначально он набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в соцсетях. О нем говорили даже на федеральных каналах. Но после повестка стала слишком радикальной. В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, в том числе спутник и погром. Светлая вечная память». Друзья, а как вы считаете, что явилось причиной трагедии? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова